Важный этап в деле экс-главы, допрос свидетелей стартовал в июне. Под стражей Игорь Пушкарёв находится уже два года и четыре месяца. Всего по делу Игоря Пушкарёва проходит 91 свидетель, 56 со стороны обвинения, 35 человек заявила защита. На вопросы Тверского суда уже ответили более половины свидетелей. Это сотрудники городской администрации МУП в дороге Владивостока, Восток Цемента, банковские служащие, представители общественных организаций. И вот на очередном заседании суда показания со стороны обвинения давал, казалось бы, самый важный засекреченный свидетель. Гособвинение попросило допросить свидетеля без визуального контакта, так как он или она опасается за свою жизнь и здоровье. Суд постановил допросить засекреченного по аудиосвязи и для установления личности свидетеля суд удалился. А затем началось слушание. Голос по аудиосвязи был специально искажен, так чтобы невозможно было понять даже пол засекреченного свидетеля. Игорь Пушкарев пишет. Казалось бы, вот он момент истины. Сейчас мы услышим то, чего еще не слышали и не знаем о себе и о нашем деле. То, что нас хоть как-то зацепит и свяжет с обвинениями. Но этого не произошло, да и не могло произойти. Ни на одно из трех предъявленных обвинений этот свидетель не озвучил ни единого подтверждающего нашу вину факта. Попытки внести конкретику разбивались о формулировку. Вопрос снят, так как касается личности свидетеля. Например, он говорит о том, что Восток Цемент продавал сырье по завышенным ценам. А насколько они были завышены, даже примерно не знает. И на вопрос, сравнивали ли вы прайс-листы, мы слышим ответ. Вопрос снят, так как касается личности свидетеля. И так по всем вопросам. Информацию о ходе слушания дела в полном объеме можно прочитать на ленте Риа Влад Ньюз, которую агентство дает со ссылкой на страницу Игоря Пушкарева в социальной сети Facebook. Олег Завьялов, Новости на Восьмом.